OBD2 код неисправности техническое описание, форсунка цилиндра номер 7 замыкания на землю, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Код неисправности OBD0279 это общий код трансмиссии, общий для всех автомобилей, несмотря на то, что код ссылки тот же, процедура ремонта может несколько отличаться в зависимости от производителя. Этот код подразумевает, что модуль управления силовой трансмиссией PSM, столкнулся с ситуацией низкого напряжения, связанной с топливной форсункой для цилиндра номер 7 в порядке запуска. Короче говоря, эта топливная форсунка неисправна по одной из множества причин, важно диагностировать и устранить этот тип проблемы как можно скорее. В случае неисправности топливной форсунки это вызывает пульсации по линии, что означает изменение рабочих параметров двигателя из-за смешанных сигналов на RSM. Если разбрызгивание топливной форсунки уменьшается, образуется обедненная смесь, волна начинается, датчик кислорода сигнализирует об обедненной смеси в RSM, в ответ он обогащает топливную смесь до всех цилиндров, экономия топлива резко падает. Цилиндр с неисправной форсункой вызывает скудную смесь, которая, в свою очередь, вызывает более высокую температуру головки цилиндров, что приводит к детонации, датчик детонации обнаруживает детонацию, сигнализирует PSM, который реагирует задержкой синхронизации, сейчас двигатель работает грубо и не хватает мощности. Это не конец волнового эффекта, но он отражает общую идею. Схема поперечного сечения типичного автомобильного топливного инжектора, предоставлена у Wikipedia Prolific, симптомы, симптомы, отображаемые для кода P0279, могут включать, загорится контрольная лампа двигателя, и код P0279 будет установлен, двигатель будет работать грубее, чем обычно, недостаток силы, значительное снижение экономии топлива приведет, причины, возможные причины для этого DTS включают в себя, грязная топливная форсунка, питающая цилиндр номер 7, неисправный топливный инжектор, засорен топливный инжектор, обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов топливных форсунок, свободный или корродированный разъем топливной форсунки, диагностика, ремонт, как правило, проблема такого типа заключается в ослабленном или корродированном электрическом разъеме на инжекторе, загрязненном инжекторе, загрязненном или засоренном, или неисправном инжекторе, требующем замены. Более 45 лет я обнаружил, что слабые или корродированные разъемы были причиной электрической неисправности большую часть времени Я обнаружил лишь несколько случаев, когда низковольтная проводка стала замкнутой или разомкнутой, если ее не трогать Большинство электрических проблем были связаны с генератором переменного тока, проводкой электромагнита стартера, проводкой датчика кислорода из-за непосредственной близости от выхлопной системы и батареи Большая часть электромонтажных работ проводилась с исправлением установленных пользователем элементов, таких как мощные стереосистемы и другие части или оборудование, установленное неправильно Топливные форсунки получают питание от реле топливного насоса ПСМ активирует реле, когда ключ включен, это означает, что, пока ключ включен, форсунки имеют питание ПСМ активирует инжектор, подавая землю в нужное время и на надлежащую продолжительность Проверьте разъем на топливной форсунке, это пластиковый разъем, прикрепленный к инжектору проволочной скобой вокруг разъема Потяните за разъем, чтобы увидеть, легко ли он отсоединяется, снимите зажим для провода и отсоедините разъем от инжектора Осмотрите разъем жгута проводов на предмет коррозии или выдвинутых штифтов Убедитесь, что два лезвия не согнуты в самой форсунке Устраните любой дефект Нанесите диэлектрическую смазку и установите электрический разъем Запустите двигатель и прослушайте инжектор Чтобы убедиться, что он работает Используйте длинную отвертку для инжектора и рукоятку на ухо И вы услышите это отчетливо, если он не издает сильно слышимый, щелкающий, шум У него либо нет электрической энергии, либо он вышел из строя Если он не щелкнул, отсоедините разъем от инжектора и проверьте напряжение с помощью вольтметра Отсутствие питания означает, что проводка крыле топливного насоса неисправна или имеет слабое соединение Если на него подается питание, проверьте обе клеммы на разъеме жгута проводов И, если драйвер инжектора RSM работает, вольтметр укажет быстрые импульсы Если импульсы видны, замените инжектор Если инжектор работал, то он либо засорен, либо загрязнен Попытайтесь очистить это сначала Комплект для промывки инжекторов является недорогим и будет полезен оставшимся инжекторам Возможно, предотвращая повторение, если промывка не решит проблему Необходимо заменить инжектор Купите онлайн или в магазине автозапчастей прямой и квот Комплект для промывки форсунок Он будет состоять из бутылки очистителя инжектора Высокого давления и шланга с концом для навинчивания бутылки очистителя инжектора Потяните предохранитель к топливному насосу Заведите автомобиль и дайте ему поработать Пока он не умрет от нехватки топлива Снимите и заглушите возвратный топливопровод Прикрепленный к регулятору давления топлива Это необходимо для предотвращения возврата очистителя в топливный бак Снимите клапан шредера в контрольном отверстии Топливной рампы установите топливную линию промывочного комплекта В этот испытательный порт Наденьте баллон очистителя впрыска топлива Под высоким давлением на топливную линию промывочного комплекта Запустите двигатель и дайте ему поработать Пока не закончится топливо Он будет работать только на чистой бутылке Когда двигатель заглохнет Выключите ключ Снимите линию промывочного комплекта И замените клапан шредера Установить предохранитель топливного насоса Продолжение следует...